здравствуйте дорогие зрители пользователи youtube с вами серёга и я сегодня хотел показать как я работаю в спринте и как я зарабатываю здесь деньги в принципе ничего сложного нету самое главное как говорится желание остальное все будет у вас вот обратите у меня сейчас на данном на данный момент у меня на счету 3206 рублей 0 4 копейки и на данный момент у меня рефералов 2801 вот он мой рейтинг то есть я занимаюсь около года и я уже успел достичь таких успехов хочу вам показать как выполняется задание и в этом видео я сегодня постараюсь вам объяснить как каждое задание выполняется ничего сложного нету но я вам буду показывать именно так как начинал я когда был новичком то есть именно с первых дней я уже принципе начал зарабатывать самых первых дней то есть на второй на третий день около 40 60 рублей так и не глядя посидят два три часика за компьютером то есть после работки уделял времени как бы это изначало был как интерес ну а сейчас как вы видите меня это переросло уже в работу начинаем серфинг сайта после того как вы зарегистрируетесь я вам самое главное объясню сейчас когда вы зарегистрируетесь на сайте зайдете в мои личные данные и введете тут все ваши данные то есть заполните все поля для того чтобы вы смогли изменить свой статус вот у меня статус бизнесмен а у вас будет статус прохожие когда вы смените статус прохожие тогда вы прохожие на рабочий тогда вы сможете снимать уже деньги поэтому сперва вы должны чтобы изменить статус заполнить мои личные данные ну давайте перейдем к заданиям нажимаем в общем выполнение задания вот зарабатывать их четыре вида нажимаем серфинг сайтов тут появляется перечень писем которые мы можем просматривать это платные письма и сейчас в процессе я вам покажу нажимаем на вот этот вот фиолетовый кружочек посмотреть сайт рекламодателя я сейчас объясню как это все работает сейчас в нижнем левом углу появится отчет отчет бывает разным от 60 до 20 секунд точнее от 20 до 60 и вот человека рекламирует какой-либо сайт то есть вы можете на нем зарегистрироваться посмотреть его услуги в общем он создает рекламу и идет отсчет из это пока вы смотрите читаете сайт что тут он вам предлагает он вам заплатит денежку по истечении вот этого вот времени вот то есть как бы рекламодатель вас хочет заинтересовать и за это он вам готов заплатить тут определенную сумму ну таким вот образом вы просматриваете вот эти вот серфинг сайтов письмеца вот эти которые вам за это платят денежку так смотрим у нас осталось 19 секунд и сейчас по истечении времени нам будет начислена денежка только в конце тут будет надо будет решить простую математичную математическую задачку и денежка будет капнет нам на счет ну давайте смотрим 5 минус 2 3 и вот денежка нам зачислена закрываем сайт мы на нем регистрироваться не будем насти нам сейчас в основном что надо это заработать денежку то есть я вам показываю как зарабатываем вот обратите внимание на последние цифры я обновляю страничку и сейчас нам денежка будет зачислено все зачислено то есть это вот первый вид задания то же самое еще раз показать нажимаем на сиреневый кружочек просмотреть рекламу то есть в первом виде тут принципе ничего сложного нету как бы все очень легко и просто доступно тут ну тем не менее зарабатывайтесь вы сможете здесь немножко меньше он пока идет отсчет давайте мы посмотрим другой вид задания потом перейдем сюда да самое главное не забыл чтобы я не забыл вам сказать когда идет отсчет вам с сайта с этого сайта никогда никуда нельзя переходить то есть вы можете или эту страничку посмотреть или просто пролистать что-то летут пролистать посмотреть но если вы нажмете на следующий заработок откроете то вот эта страничка вас она скажем так она сгорит она вам не оплатится и все поэтому вам обязательно надо дождаться отчета в принципе у нас осталось уже немного и мы ждем нам за это будет начислена наша денежка поэтому ожидаем отчета считаем звездочки сколько у нас тут две штучки нажимаем 2 и закрываем обновляем страничку на данный момент не пришло потому что может быть система еще обрабатывает запрос он пройдет позже то есть вот это вот первый вид заработка давайте посмотрим второй вид заработка тут сегодня их поменьше потом потому поскольку я их уже сделал появился вот появилась одно задание это задание называется чтение писем но но почти как тест и сейчас я вам покажу тут задается вопрос вот он вопрос и три варианта ответа один из них правильное вот этот написано типа какой первый бонус от игруна вот и ответ будет тут в этом письме вот мы и читаем перейдя по ссылке вы получите свой первый бонус от игруна сумма бонуса определяется системы то есть от 8 до 50 в мэр и вот мы смотрим от 8 до 50 в ему это гривны от вы от 8 до 50 в мэр это российская валюта от 8 до 50 в мэр вот в мазэ это доллара но в мэр то есть насколько и вообще как бы евро на знаю там все в российской валюте но принципе в письме вот написано от 8 до 50 бы мы нажимаем на этот вариант и мы правильно ответили на письмо то есть если будет неправильно то тут будет написано что вы не прошли тест и опять же ждем отсчет но тут уже немножко здесь уже будет платить побольше чуть чуть но до самого основного я вам чуть дальше покажу там где немножко может быть побольше заработать вот таким образом можно здесь зарабатывать принципе можно зарабатывать неплохие деньги тут есть партнерская программа я потом позже покажу вы можете приводить рефералов вот пока идет отсчет я вам покажу вот у меня на данный момент 2801 реферал и когда каждый реферал которого вы приводите к себе то есть то есть выйти я вам за это проект вам за это платит денежку то есть он зарабатывают процент должен зарабатывать доход реферала идет к вам ну а доход идет не от к нему а идёт то есть от проекта проект в плау тех пор не было видно мне ну и реферала задавали 없е из меня и миш пр thieves Я всегда им объясняю. Процент я имею не с них, а процент я имею с моего проекта. То есть мне проект платит за то, что рефералы занимаются. Также вы можете рефералов продавать. Вот у меня на продаже, как видите, я их продаю на ярмарке. Вот видите цены. Вот у меня один реферал созрел в продаже, и я его продаю. К примеру, я его продаю за 93 рубля. Я отправляю его на ярмарку, и он у меня теперь продается. То есть у меня должно будет капнуть здесь еще 93, по стечению, ну как, когда его купят. Ярмарка у нас вот она находится. И вот на ярмарке продаются рефералы. То есть люди заходят, те, кто не может набрать все рефералы, люди их покупают здесь. Те, которые красные обозначены, это все мои рефералы на ярмарке, которые продаются. То есть, таким образом еще можно здесь зарабатывать. Вот они. Это цены ихние. Это те красные, которые, это мои рефералы. Тут их очень много. У меня на ярмарке около 400 человек. Хорошо, вернемся к нашему тесту. Там, наверное, отчет уже закончился. Да, отчет закончился. Смотрим, сколько звездочек. Звездочек у нас 7. Нажимаем 7. И вот она, денежка была нам перечислена. Закрываем. Смотрим дальше. То есть, это вот такой вот вид заработка теста. Все, мы его прошли. И приступаем к третьему. Третий вид заработка, прохождение тестов. Но он уже чуть посложнее тут. Я его не буду показывать. Я вам просто сейчас объясню, как это делается. Я вам лучше покажу, как выполнять задание. Значит, что здесь надо сделать? Тут надо перейти на его сайт. На рекламодателя, который рекламирует сайт. Он дает ссылку. И надо перейти на его сайт. И смотрим. Вот первый вопрос. Сколько нужно заработать вам денег, чтобы я оплатил задание по присоединению ко мне? На этом сайте будет написано и указано число. Вы раз ставите, там увидели 100 рублей, к примеру. Вы раз ставите 100 рублей и все. Значит, потом второй вопрос. Ставим рефералом. Заработать 400 рублей. Сколько я верну и так далее. Типа, посмотрите в его задание. Набираете задание. Тоже там на его. Вводите задание. Тут сбоку по номеру будет. Я вам потом покажу. В этом задании будет написано, сколько нужно. Сколько он вернет. Вот, если он заработает 400 рублей. Тоже вы там ставите, допустим, к примеру, 200 рублей. Вот. То есть, ну, там у него указано 200. Значит, вы ставите 200. Ну, и точно то же самое. Вы на третий вопрос тоже вы находите по заданию. Вот здесь уже с правой стороны будет по номеру. И вводите там сумму, которая у него указана. Ну, к примеру. И потом нажимаете отправить отчет. Но, скорее всего, у меня будет неправильно. Потому что, как бы, я, как говорится, поставил на фонарь. Вот. Поэтому мы можем не угадать. Ну, как бы, сам принцип вам понятен. То есть, в тексте вам надо искать правильный ответ на его, три этих вопроса. Потом нажимаем отправить отчет. Ну, я провалил этот тест, поскольку я не стал ничего искать. То есть, сам смысл вам понятен. Ну, и самый четвертый вариант. Это выполнение заданий, на которых я в основном занимаюсь. Вот посмотрите по цене. То есть, какие есть цены. По категориям. Есть разные категории. Можно играть в игры. Можно регистрироваться. Можно кликать. Регистрация плюс активность. Задания в соцсетях. Потом просто голосовать где-то. Проголосовать, написать комментарии. Кстати, я сам такие задания даю. Проголосовать и оставить комментарии. Вам за это будут платить денежку. Ну, то есть, деньги. Тут цены разные есть. То есть, цены не ограничены. Тут можно сколько угодно заработать. Обратите внимание. То есть, какие цены платят за задания. Обратите внимание на вот эту вот штучку такую. Решетку. Это означает, что задание многоразовое. То есть, вы вот это можете выполнять раз в сутки. Как минимум раз в сутки. Вот. И вот эти звездочки. Это означает, что задание себя хорошо зарекомендовало. У меня опять звезд. Ну, давайте я вам покажу, как я буду делать задания. Когда я был, скажем так, новичком. Я выполнял вот такие задания. И в день я их выполнял. То есть, задания только клики. В день я их выполнял. Сейчас я вам скажу. Ну, приблизительно 40-60 заданий таких у меня получалось выполнять. И довольно-таки неплохо. Помимо того, что еще, что я выполнял и 40-60 заданий, я еще проходил тесты, чтение писем, серфинг сайтов. Ну, давайте я вам покажу, например, какое задание, то есть, выполнять так, чтобы вам было более-менее понятно. Посмотрите, они все многоразовые. Вы можете в день их очень много раз, скажем так, не в день, в сутки вы сделали 60 заданий. И на следующий день вы можете их также продолжать делать. То есть, вы уже это задание будете знать. И одно и то же делать, как бы, намного будет легче. Ну, давайте выполним любое задание. Это мое выполненное задание. Значит, давайте мы посмотрим, как выполнять задание. Значит, я выберу задание. Ну, вот просто клики. Так. Это я уже задание выполнял, но я выполню его еще раз. Что нужно указать для выполнения задания? Сразу смотрим внизу, потом уже читаем его описание. Значит, свой IP. Ссылку с страницы моего сайта, с которой кликали по рекламе. Значит, ссылку его, ссылку надо скинуть. Ссылку с Google. Ссылку с MetaContext. И ссылки с PayPal Group. Так, посмотрим, сколько он ссылок хочет. Значит, ссылку с его сайтом хочет один-два перехода. Клик по Google. Одну ссылку или две с Google. С MetaContext. Переход. Ага. Две ссылки. Так, давайте я вам покажу чуть-чуть другое задание, чтобы вам было немножко... Рекламодатель немножко не совсем понятно написал это дело. Давайте чуть-чуть другое задание. То есть, я в нем-то все понял, но надо так, чтобы вам было понятнее. Значит, смотрим здесь. Так, значит, страна, из которой делали клики. Так, задание только для России, Казахстана, Украины. Других не принимаю. Хорошо. Я живу в Украине, поэтому мне это задание можно сделать. Так, страна, из которой делали клики. Так, это что нужно указать? Так, поисковой запрос. Так, 3-4 ссылки, страницы с моего сайта. Так, страницы с сайта рекламодателя. 4 страницы. Так, все, я понял. Значит, будем ее выполнять. Начинаем, нажимаем начать выполнение. И ожидаем, сейчас наш джунг куда-то перекинуть. Скорее всего, на поисковик. Ну, сейчас будем искать. Это у меня, скорее всего, влагает чуть-чуть. Обычно все это быстро переходит. Так, вот, перекинуло на поисковик. Так, что нам нужно сделать? Заходим и вводим в поисковик Яндекс. Вот эти вот два... То есть, два предложения. Ну, мы ведем вот это вот. Копируем его, Ctrl-C. Вставляем Ctrl-V. И пусть поисковик нам... Нажимаем поиск. И мы сейчас будем искать. Смотрите, ищем в раздаче и переходим на сайт. ВЕ, ну, ВИ, получается. Вот эти звездочки, это какие-то буквы. От... ОТО.КС. То есть, ищем его сайт. Вот эти звездочки, это специально подвох сделан, чтобы вы поискали. То есть, ищем. Первая буква ВЕ. ВЕ. Вот он. Самый первый. ВЕ. А получается, ВИЛОП. ВИЛОПХОТО.КС. Да. Вот это его сайт. Угу. Так, все. Мы его сайт нашли. Значит, смотрим, что нужно оказать для выполнения задания. Страна. Окей, пишем. Ставим единичку. Пишем. Так, английскими пишу. Сори. Украина. Так, второе. IP-адрес. Значит, он просит ваш IP-адрес. Это означает, что он по базе данных будет пробивать, заходили ли вы на его сайт или нет. Я был сайт, конечно. Алло. Давай я перезвоню, я сейчас занят чуть-чуть. Извините. Так, заходим в Яндекс, я вам покажу, как найти свой IP-адрес. Он просит IP-адрес. Так, я ввожу IP-адрес. А точнее, никак, я его не ввожу. Извините, меня просто сбили чуть-чуть. Я показываю, как узнать, какой у вас IP. Значит, пишем прямо в поисковике, какой у меня IP-адрес. Ну вот, вот так вот он, в принципе, уже поисковик нам нашел. И вот сразу мы видим ваш IP-адрес. Мы копируем вот этот адрес. Закрываем Яндекс. И ставим возле двоечки 2. Пишем. Ну, к примеру, я так делаю. Можете ничего не писать, но я буду так писать. Мой IP. И Ctrl-R вставляю, куда мы скопировали. Так, значит, страну написали, мы с Украины. Свой IP мы написали. Значит, пишем далее. Поисковой запрос. Значит, 3. Ставим 3. Ставим 3. Так, поисковой запрос и 3-4 ссылки на странице с моего сайта, по которому дали кликали. Хорошо. Поисковой запрос у нас был вот он. Это предложение. То есть мы по ему искали его сайт. Ну, я еще ставлю ссылку с поисковика. Стоп. Я ставлю ссылочку с поисковика. Тут так ему напишу. Ну, к примеру, так. Ссылка с поисковика, это вот она. То есть он видел, чтобы он видел, что я искал. Вот она эта ссылка. Я копирую вверху. Вставляю ее. И отступаю место, чтобы было понятно. Потом я пишу. Ставлю номер 5. И теперь он хочет, чтобы мы перешли по его сайту, который мы нашли, 3-4 раза. То есть 3-4 ссылки нам надо будет скопировать. Я пишу ваш сайт. Ваш сайт. Ваш сайт. Отступаю. И сейчас пойдут его ссылки. Так, значит, смотрим. Вот он вот сайт, который мы нашли. Я еще не закрывал поисковик. Мы переходим теперь на его сайт. Заходим. Что-то долго мы заходим. Давайте попробуем перезайти. Да, сегодня, возможно, у меня немножко проблемы чуть-чуть с интернетом. Но ничего, мы справимся. И все равно я вам покажу, как все работает. Так, вот он его сайт. Вот он с него просит. Давайте мы посмотрим. Все. В принципе, поисковик нам не нужен. Мы уже его сайт нашли. Можно закрывать. Мы заходим опять. Посмотрим, сколько он ссылок учит. Три-четыре ссылки. Но сделаем ему четыре ссылки. То есть, мы перешли на его сайт. И сразу же копируем первую ссылку. То есть, ссылку его сайта. Ctrl-V вставляем. Отступаем, чтобы ссылки не были... Мы скопировали главную ссылку. Ну вот, давайте перейдем куда-нибудь. На любое место. Там лыжи. Лыжные походы. То есть, чтобы у нас ссылка изменилась. Вот смотрите, поменялась уже ссылочка. То есть, он видит, что мы... Ходим по ему сайту и смотрим, интересуемся, что у него здесь. Копируем его ссылку. То есть, эта ссылка уже вторая. Скопировали. Также отступаем, чтобы было понятно. Так. Дальше поехали. Фотогалерея. Сейчас ссылочка должна будет измениться. Вот она изменилась. Скопируем эту ссылку. Вставляем эту ссылку. У нас уже их три получается. Ну, и еще одну. Полезную. Ну, жмем на любую кнопку. Лишь бы ссылочка у нас изменилась. Это у нас уже четвертый переход. Ctrl-C копируем. Ctrl-V вставляем в отчет. Вставили в отчет. Все. Четыре ссылки мы сделали. Так. Все. Значит, три-четыре перехода сделали. Смотрим третий пункт. Что там у него? Так, страница сайта рекламодателя, на которую вас переправили. Ага. Страница сайта рекламодателя. Значит, смотрим, где у него тут реклама. Реклама, реклама. Ищем его рекламу. То есть, у него где-то на сайте еще должна быть реклама. Вот мы ее и ищем. Бывает обычно Google, бывают разные рекламы. Сейчас что-то я не могу ничего здесь найти, пока есть. Ага, вот они его рекламы. Вот это Google. То есть, что он тут хочет, еще раз прочитаем. Страница сайта рекламодателя, на которую вас перенаправили. Значит, он хочет, чтобы мы еще кликнули по рекламе. Вообще, как бы, у него немножко здесь неправильно. Не совсем понятно написано. Обычно пишут, после того, как вы перейдете по моему сайту, сделаете переходы, вы кликаете на рекламу от Google. Ну, вот так вот. К примеру, насколько пишут задания. А он тут написал страница сайта рекламодателя. Но вот новичку, как это понимать, никак не поймешь. Я-то понимаю, что он просит, чтобы мы перешли по рекламе от Google. Вот он, Google, реклама сбоку. Ну, это просто я уже знаю. Поэтому, как на будущее говорю, если вы сотрудняетесь, не понимаете, что это, лучше тогда переходите на другое задание. Там будет более понятно описано, ну, описание этого задания. Просто человек не совсем точно тут все вывезел, то, что он хотел сказать. Ну, в принципе, я его понял и пишу дальше. Так, значит, четыре перехода мы сделали. Это был ваш сайт. Дальше пишем. Реклама. Шестой пункт. И отступаем. То есть, я вам показываю все не спеша, медленно. Ну, вообще, у меня на эти задания уходит от двух до трех минут по скорости. И вот реклама от Google. Заходим по любой ссылочке. И делаем там четыре перехода. Или сколько он указал, сейчас мы посмотрим. Ну, да, четыре страницы. Так, да, четыре перехода, короче говоря. Он просит, чтобы мы сделали. Вот он у нас уже первый переход. Мы перешли на рекламу от Google. И делаем четыре перехода. Четыре перехода, это означает четыре ссылки. Вот первая ссылка. Отступили. Так. Вот тут много куда можно идти. Тут будет хоть 15 штук ссылок можно скопировать. Ну, много делать не будем. Так, что-то я не вижу, что изменилась ссылка. Ага, вот изменилась. Копируем эту ссылочку. Вторую. Третий переход. Вставляем. Четвертый переход. Сейчас будем делать. Ctrl-C. Ctrl-V. Вставляем. Четыре перехода мы сделали. Но сделаем пятый ему бонусом, скажем так. Пятый переход. Видите, ничего сложного нету. Просто вы в основном копируете и вставляете. Копируете и вставляете. Просто нужно быть чуть внимательнее. Все. В принципе, мы все сделали. Страна, из которой мы делаем задание. Написали. IP-адрес мы свой ввели. Поисковой запрос мы ввели. И ссылку даже с поискового запроса я ввел. Это уже по своей инициативе. Потом. Три-четыре ссылки с его сайта мы сделали. Страница рекламодателя. В общем, по рекламе он хотел, чтобы мы перешли. Мы нашли ту рекламу и сделали четыре перехода. Мы сделали пять. В общем, мы задание сделали даже лучше, чем он просил. И нажимаем «Отправить отчет». Все. Задание выполнено. Задание находится на проверке. Ваш отчет принят. Ну, то есть, как задание проверят, так и он мне за него и заплатит. Денежку уже вот сюда. И, то есть, вот таким образом, я зарабатываю здесь, в принципе, неплохие деньги. И, как бы, чего и вам советую здесь, как бы, заниматься. Довольно-таки интересный, неплохой сайт. И, что вам еще хотел рассказать. Я вам так вкратце немножко объяснил, как здесь можно зарабатывать. Я сейчас закрою лишние вкладки. И зайду на главную. Так. И, значит, я вам немножко объяснил вкратце, как тут можно зарабатывать. То есть, все таким образом, в принципе, можно зарабатывать здесь. Но, еще самое интересное, что здесь есть, это вы можете привлекать к себе рефералов. Я вам уже в начале видео говорил, как вы можете привлекать. Не как, а что. Вот, допустим, смотрите, у меня 2800 рефералов. Если каждый реферал, каждый из рефералов вам заработает всего лишь по одному рублю за день, то у вас будет 2800 за сутки на счету. То есть, чем больше вы рефералов набираете, тем больше у вас идет доход от них. И, то есть, реферальную ссылку вы можете найти свою. Сейчас я вам покажу видео. Работа с рефералами. Вот это реферальная ссылка. Люди будут переходить по вашей реферальной ссылке и становиться вашими рефералами. Что я вам еще хотел сказать. Деньги снимаются здесь, в этом видеоролике. Я вам не буду показывать. То есть, я не буду снимать деньги, потому что я буду... То есть, я хочу немножко подсобирать их еще. А как я снимаю деньги, вы можете перейти на все мои видео в ютубе. У меня их там масса. Это, кстати, первое видео, где я не снимаю денег. Я просто объясняю. А в остальных всех видео я снимаю довольно-таки неплохие суммы. Пополняя их то ли в игру, или пополняя мобильный телефон, или пополняя интернет. Я все демонстрировал, как я это делаю. Поэтому, вы видите, через что можно снимать. То есть, вы можете посмотреть это в других видеороликах. Значит, в принципе, я вам так вкратце немножко объяснил то, что я вам хотел сказать. Самое главное, вам сразу изменить вот тот статус с прохожего. У вас будет прохожий, вот у меня бизнесмен. У вас будет прохожий. Вам надо будет сразу изменить статус на рабочий. Ссылочка для регистрации будет находиться под этим видео. Если будут какие-то вопросы, всегда задавайте, отвечу. С вами был Серега. Удачного заработка. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...